Ростовский бояр Однажды, на службе в храме, когда Мария носила его у себя под сердцем, неродившийся еще младенец прямо из утробы матери, трижды воскликнул «Это промысел Божий», поняла Мария, дал свое знамение, что младенец ее – великий избранник Господа. И стала Мария вынашивать своего младенца, как бесценное сокровище, ограждала себя от всего плохого, греховного, строго постилась и тайно молилась Господу о спасении и сохранении младенца. И родился к великой радости родителей мальчик. И крестили они сына с именем Варфоломей, что значит «сын радости». И удивлялись родители, когда младенец их отказывался от пищи по средам и пятницам, не вкушал молоко материнское, ежели Мария позволяла себе рыбу или мясца. Тогда она и вовсе отказалась от всего мясного и вместе с мужем своим воспитывала сына, как христианина, в любви к Богу, труженика, помощника. Шли годы, семья переехала в городок Радонеж. Сыновья их, Стефан и Петр, женились. А средний, Варфоломей, все молился и жил с мыслью монашествия. И благословили его родители на выбранный им путь служения Господу. И стал он впоследствии великим преподобным Сергием Радонежским. А Кирилл и Мария удалились в Ходкинский монастырь, что близ Радонежа, где вскоре с миром отошли к Господу. 31 января. День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Субтитры подогнал «Симон»